Здравствуйте, я зовут Георгий, я хочу вам рассказать про одну интересную стратегию. Это упрощенная стратегия Билла Уильямса, и я думаю, на ней могут показывать хорошие результаты как профессиональные трейдеры, так и новички. Нам нужен всего лишь индикатор Aversome Oscillator и фракталы. Суть стратегии такая, когда мы видим сигнал по осциллятору, мы будем торговать только в этом же направлении и добавлять ставку с каждой же свечой, которая закрывается ниже предыдущей. Давайте рассмотрим пример. В данном моменте появилась свеча на понижение. Открываем ставку небольшим объемом в данный момент, когда следующая свеча пробивает сигнальную. При этом стоп-лосс выставляем вот тут. Дальше, когда эта свеча закрывается, мы открываем обратно же отложенный стоп-ордер на продажу тут. Стоп переставляем сюда. Дальше. Индикатор показывает все в нашем же направлении. Они обратно должны открывать сигнал на понижение уже тут. Стоп. Переставляем. Сюда. Эта свеча закрывается небольшим ростом. Это говорит о том, что мы стоп переставляем с этого момента сюда. Стоп примерно 5-10 пунктов, кому как удобно. И если стоп выставлен правильно, этот маленький скачок не откроет ставку. Не закроет ставку по стопу. То есть ставка будет продолжать работать. И мы откроем обратно же новый ордер, но уже вот тут. Свеча не затрагивает его, поэтому он не открывается. И мы его переносим сюда, когда закрылась последняя свеча. И как мы видим, на следующей свече ордер открывается обратно. И мы зарабатываем дополнительно 74 пункта. Стоп переносим сюда. Как мы видим, на следующей свече наш ордер закроется по стопу, но при этом прибыль у нас будет очень хорошая. Входили мы в сделку тут. Так что получили 190 пунктов, плюс 108 пунктов, плюс 42 пункта и плюс 2 пункта. 4 пункта. Да, будет тут небольшой убыток по одной ставке. Скорее всего, вот тут. Это 52 пункта, но это совсем небольшой убыток по сравнению с тем, что мы тут заработали. Это будет в районе 400 пунктов. Дальше. Сигнал, как мы видим, продолжается. Войдем мы в сделку вот тут, так как эта свеча пробивает последнюю свечу. А тут мы входим в новую сделку. На понижение стоп выставляем вот тут. И обратно же мы не берем, не закроется наша ставка с убытком, потому что тут в районе 8 пунктов, что мало, что не доходит до нашего стопа. Следующая ставка, следующая свеча обратно же закрывается ниже нашей, так что ставим отложенный ордер на понижение. Стоп, перетаскиваем сюда. Стоп, перетаскиваем сюда. Следующая ставка пробивает ту свечу и мы откроем новый ордер на понижение. То есть их у нас уже 1, 2, 3, 4. И это все идет с нарастанием. Наша прибыль пока 121 пункт, 82 пункта и 34 пункта. Эта свеча пробивает отложенный нами ордер и открывается обратно же снизу и мы получаем дополнительный убыток по прибыль 74 пункта. Ставим отложенный ордер по данному уровню. Мы не знаем, что это движение закончится и думаю, что оно будет продолжаться, потому что тут мы видим, что индикатор в красной зоне. Значит, рассчитываем на продолжение движения и ставим обратно же отложенный ордер на продажу, но следующая свеча закроется вверху и не пробивает его. Единственное, что мы можем сделать, это поставить стоп-лосс на верху этой же свечи. И тут уже, да, мы выходим из сделки, закрывается последняя ставка по стоп-лоссу, но при этом все остальные ставки закроются в плюсе. Это 120 пунктов, 80 пунктов и 40 пунктов. Убыток составит 78 пунктов, что тоже не так уж и много по сравнению с тем, что мы заработали. И помните, что мы заработали вот эту величину. Это имеет большое значение. Дальше сигнал меняется в зеленую зону, и мы рассматриваем только покупки, продажи. Извиняюсь, покупки. Вот сигнальная свеча, значит, отложенный ордер мы выставляем тут. Но он не открывается, потому что следующая свеча закрывается ниже. Мы отложенный ордер на продажу, на покупку переставляем немного ниже. Также стоп-лосс будет вот тут. Следующая свеча обратно же не закрывается выше, поэтому наша сделка не открывается. И мы переставляем ордер на максимум прошлой свечи, нынешней свечи, то есть здесь. Стоп будет вот тут. Следующая свеча, как мы видим, открывает нашу ставку и приносит неплохую прибыль. 93 пункта. Но мы ее не закрываем, потому что по правилам нашей стратегии мы можем закрывать ставки только по стопу. И это тот случай, когда мы ничего не заработаем, но и ничего не проиграем. Может несколько пунктов, как вы видите, закрывается ставка по нулям, и мы ничего не зарабатываем. Ставка закрывается вот тут. Да, стоп надо было перенести сюда. Это тот же уровень, на котором мы открывались. Ничего, дальше мы обратно рассматриваем только покупки, и тут уже открываем обратно же отложенный ордер. Стоп будет тут. Следующая свеча пробивает, поэтому мы открываем обратно же на закрытие этой свечи следующую ставку на рост. Стоп, переставляем сюда. Следующая свеча закрывается обратно же ростом. Мы открываем новую ставку. Стоп, переставляем. Следующая ставка закрывается обратно же выше. У нас открывается дополнительная ставка. И стоп мы также переставляем. Сюда. С последующей ставки мы не выходим с рынка, потому что она довольно небольшая. И наш по стопу не закрывается на меньше 10 пунктов. А по правилам стратегии стоп должен составлять 10 пунктов, если мы торгуем на D1. Если торгуем на H4 или H1, стоп будет, соответственно, меньше. Где-то 6 или 3 пункта. Следующая ставка открывается, потому что пробита наша следующая свеча. И мы ставим отложенный стоп ордер на рост тут. Стоп не переставляем. Стоп, наверное, даже отводим немного ниже. Следующая свеча не пробивает максимум, поэтому мы не открываем, ставка новая не открывается. Но зато мы можем выставить стоп лосс по хорошему для нас уровню. И дальше мы видим, что все-таки закрываемся по стопу, но при этом мы получаем хорошую прибыль. Это 95 пунктов, это 31 пункт, это 12 пунктов. И это 4 пункта. 2-4 пункта. Убыток, да, будет, это 40 пунктов. Но это где-то треть того, что мы зарабатываем вот на всем этом движении. Можете посмотреть сами эту стратегию, она довольно простая. И поэтому я ее хотел долго выложить, наконец сделал видео и показал. Спасибо, что смотрели меня все эти 13 минут. Если кому интересно, как можно начать торговлю на форке, совершенно ничего не вкладываю. У меня есть также видео, посмотрите его, оно будет снизу. У кого будут дополнительные вопросы ко мне, email также снизу. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok